Почему в Лондоне стало опасно гулять под деревьями и зачем в Мадриде массово переименовывают улицы? Об этом и не только в нашем обзоре. 12 миллиардов евро на вооруженные силы Германии дополнительно просит министр обороны страны. Сумма рассчитана на ближайшие три года. Это почти вдвое больше, чем заложено в бюджет. По данным Минобороны, деньги пойдут на оснащение и улучшение инфраструктуры Бундесфера, а также на отдельные проекты. Среди них строительство подводных лодок в сотрудничестве с Норвегией и покупка американских военно-транспортных самолетов. На юго-востоке Великобритании расплодились ядовитые гусеницы дубового шелкопряда. Предупреждение об их нашествии в Лондон объявили в эти выходные. Специалисты просят местных жителей не прикасаться к насекомым, поскольку это может вызвать сыпь, рвоту и даже астму. Ядовитые волоски гусениц попадают в воздух и остаются токсичными до пяти лет. Полмиллиарда долларов выделит правительство Австралии на восстановление Большого барьерного рифа. Часть суммы предназначена для очистки воды и защиты от морских звезд, которые питаются кораллами. Еще часть получат фермеры. Отдельно выделят деньги на исследования. Большой барьерный риф – самый крупный в мире объект, образованный живыми организмами. Его площадь – около 350 тысяч квадратных километров. В испанской столице переименовывают улицы, связанные с правлением диктатора Франциско Франко в середине 20 века. Создание Мадрида уже сняли таблички. Всего поменяют около полусотни названий. Закон об этом Горсовет принял еще в 2007 году. Но из-за обжалования решения фондом Франко процесс затянулся. Убрать свинью с дороги оказалось проблемой для канадских полицейских. В городе Инисфилл животное препятствовало дорожному движению. Правоохранитель не смог затащить 90-килограммовую свинью в машину. После неудачной попытки вызвал подкрепление. Только тогда животное смогли погрузить в трейлер для скота и отвезти владельцу. Продолжение следует...